9 января, пять лет назад, Китай подписал Конвенцию Всемирной организации здравоохранения по контролю за табакокурением, пообещав запретить курение в общественных местах и офисных зданиях. Согласно мнению экспертов, власти КНР с этой задачей не справились. Причина – огромные доходы государства от сбыта табачной продукции. На днях к пятилетию подписания Конвенции более 60 экспертов из Китая и из-за рубежа выпустили отчёт под названием «Контроль над табаком и будущее Китая». В докладе говорится, что в КНР сегодня 300 миллионов активных и 700 миллионов пассивных курильщиков. По мнению экспертов, к 2030 году курение ежегодно будет уносить жизни 3,5 миллионов китайцев. Одним из самых больших препятствий к внедрению более жёстких мер в отношении курения в Китае является то, что компании-производители табачной продукции тоже находятся в собственности государства. Один из авторов отчёта, профессор У Итюнь, считает, что это создаёт конфликт интересов. «Сейчас контроль над табаком в Китае зашёл в тупик. Думаю, правительство должно создать план на 5-10 лет. Однако даже по прошествии 5 лет нет никакого плана. Почему? Потому что государство управляет табачной отраслью. Поэтому получается, что табачная отрасль отвечает за контроль над табакокурением». В прошлом году табачная отрасль принесла в казну КНР 90 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем пять лет назад. Между тем, государственная табачная администрация является по сути табачной монополией, поскольку одновременно участвует и в производстве табака, и в контроле над ним. Что касается антитабачной конвенции ВОЗ, то в ней, в частности, говорится о сокращении рекламы табака в общественных местах. О выполнении условий конвенции можно судить уже потому, что по сообщениям китайских СМИ надписи «Курение поможет вам добиться успеха» украшают территории десятков начальных школ в КНР.